Дорожные споры. В понедельник арбитражный областной суд рассмотрит заявление о банкротстве муниципального предприятия городской дорожной управления. С требованием банкротства к Фемиде обратился директор компании-конкурента, руководитель Ярдорстроя и депутат муниципалитета Эдуард Авдолян. Иск о банкротстве закрывает для ГДУ путь к участию в муниципальных торгах на выполнение дорожных работ. Спор двух хозяйствующих субъектов городского дорожного управления и Ярдорстроя набирает обороты. История противостояния берет начало весной этого года, когда директор компании Ярдорстрой Эдуард Авдолян выкупил у Сбербанка долг городского дорожного управления в размере 118 миллионов рублей. По словам руководства ГДУ, позже они не раз предлагали погасить этот долг, но Авдолян отвечал отказом. Предметом спора является не долг в размере 118,5 миллионов рублей, а именно имущество предприятия, то есть имущественный комплекс и его производственная база. На наше предложение погашать задолженности он отказывается, ему деньги не нужны. Я ему лично направлял предложение, что наши долги могут быть выкуплены. Ему направляла другая организация предложение о выкупе этих долгов. Он отказывается, он не хочет продавать долги. По мнению руководства ГДУ, Авдолян добивается ликвидации их предприятия, поскольку оно является конкурентом его организации. Сам Авдолян считает иначе. Мы ГДУ не банкротили, эти вопросы не к нам. То, что сейчас нас критикуют, что мы чуть ли не лидерством занимаемся. Мы наоборот спасли ситуацию сейчас. До сегодняшнего дня ситуация под контролем, мы его спасли. В период безвластия в городе, когда вот это все случилось, когда шли мерзкие выборы, если бы мы захотели бы обанкротить городское дорожное управление, наша компания бы это обязательно сделала. Сегодня на муниципальном предприятии городское дорожное управление трудятся и получают зарплату около 220 человек. И в случае банкротства эти люди могут оказаться на улице. На самом предприятии говорят, что заказов у них достаточно и реальных оснований для банкротства их организации нет. Два месяца назад у нас ситуация была очень сложная. Были задержки по заработной плате. Сейчас, в данный момент, никакой задержки по заработной плате у нас нет. Кроме того, выплачиваются и авансы согласно законодательству. И люди идут в отпуска, получают своевременно отпускные. Нет никакой задолженности по текущим налогам. Ситуация у нас наклаживается. Мы работаем, заключили контракты хорошие, деньги поступают. Жизнь нашего предприятия не останавливается. Мы считаем, что мы оздоравливаем предприятие. Это предприятие значимое для города, оно должно быть муниципальной структурой, городской структурой. Я думаю, не стоит его банкротить. Предприятие действительно находилось в затруднительном положении в весенний период времени. С наступлением дорожно-строительного сезона, то есть мы уже третий месяц успешно заключаем контракты со многими организациями. У нас был большой контракт даже с федеральной структурой. Между тем, иск о банкротстве, поданный Авдолянам в арбитражный суд, перекрыл ГДУ доступ к торгам по муниципальным контрактам на выполнение дорожных работ. В то же время к качеству работ, производимых компанией Ярдорстрой, очень много нареканий. В ГДУ нам показали фотографии асфальтового покрытия дворов, где прошлым летом Ярдорстрой делал ремонты. Во многих местах асфальт сошел вместе со снегом, кругом ямы и колдобины. По прошлогоднему муниципальному контракту по ремонту дворовых территорий, где господин Авдолян работал, практически по всем объектам, то есть по 30, есть большие претензии по качеству выполненных работ. По некоторым объектам требуется полная замена слоя асфальтобетона, уложенной Ярдорстрой. Еще в мае Ярдорстрой были направлены претензии по качеству работ, но до сих пор гарантийные обязательства не выполнены. Последняя точка в этой истории еще не поставлена. Предстоят разбирательства в суде. Кроме того, руководство ГДУ в ближайшее время намерено обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чтобы проверили законность действий конкурента на рынке дорожных работ.